всем привет дорогие друзья с вами на связи команда global team и сегодня здесь мы владислав стишенко и я эдуард за твиттер мы и я вот сегодня мы с вами поговорим такое такую тему на несколько тем и мы осветим такие вопросы очень важно сколько осталось жить мэрлиму когда скам вообще в любой компании этот вопрос людей интересует и мы его разжуем мы с вами поговорим также еще о так называемых пророках в млм о тех людях которые вангуют предсказывают этот проект хороший этот проект плохой кто это люди вообще кто они такие почему собственно можно или нельзя слушать то о чем они говорят мы поговорим также сами сегодня о том кто уже заработал merlin network и сколько заработал даже возьмем не только супер там крутых лидеров топ лидеров возьмем также обычных людей ну и в конечном итоге мы с вами разберем такую очень важную животрепещущую просто тему которая интересна буквально всем и каждому и вашим покорным слугам тоже я же думаю тебе было интересно как стать миллионером долларовым миллионером посмотрим посмотрим сначала мы уже в принципе мультимиллионерами рублевыми уже являемся с ну а долларовыми миллионерами мы надеемся надеюсь станем жарше время ну поэтому давай начнем по порядку и так влад ты мне пожалуйста скажи сколько мерлиму осталось жить когда будет так говорить так я не буду как помнишь в некоторых компаниях скама не будет ребят опыт подсказывает никогда скама не будет по наследству и внукам передаваться все будет потом правым средству 400 лет на самом деле ничего в жизни не вечно все конечно мы знаем закон на законы нашей прекрасной вселенной в том числе одни и те же законы распространяются и на бизнес в первую очередь мы или network как и любая другая компания эта возможность мы эту возможность используем в данный момент времени и зарабатываем очень хорошие деньги и ни в коем случае мы не позиционируем данный бизнес навечно на 100 лет то что такого никогда не было и не будет то есть на самом деле это крутая возможность и не использовать ее сейчас но можно конечно же пожалеть в будущем потому что те ребята которые ванговали пророчили о том что мэрлин скаманет в январе месяце заходили в декабре ну сейчас я не знаю чем они там занимаются но наблюдая за чеками 500 тысяч долларов в день у ребят которые тогда вошли в темы поверили в то что этот бизнес скажет так ему имеет место быть в 2016 году реально трендовая тема что мы сейчас наблюдаем возможно где-то покусывая с ли конца локти ты я знаю с несколькими такими людьми на связи которые советовали тебе проходить мимо да я кстати хотел бы поговорить сейчас о них ну более подробно и мы уже затрагивали вот могу посоветовать нашим зрителям есть на канале нашим командам и на наших личных каналах есть записи старых брифингов вот когда только-только-только мы все начинали еще в конце прошлого года и там в некоторых видео когда это все только начиналось реально у меня бомбило я прям возмущался дико потому что ну настолько качественная тема как мэрлин нетворк и меня просто потрясало ну как вообще у какого гандона вообще может язык повернуться сказать что-то плохое там сказать ой что-то сайт какое-то говно или там ой это игры господи они же там дешевые там их сделать там каждую там по 100 тысяч рублей выйдет или вы такие все эксперты прям повылазили некие такие вангующие пророки и тогда реально это возмущало почему потому что ну вот я не хочу сегодня называть имя хотя вы все знаете и поймете многие поймет поймут люди о ком я сейчас говорю вот есть вот например один человек да который написал статью он правда ее удалил сейчас насколько я знаю скамалин да 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 и как я зашел в мэрлин вот интересная ситуация да возникает если человек на ячок зайдет да прочитает возможно его эта статья могла ну отпугнуть но если допустим мы с тобой уже не первый год в этой теме и первое что я сделал это я проанализировал человека который эту статью написал и на тот момент что я увидел это то что человек пишет о том что мэрлин network это говно на тот момент это читаете вот больше месяцев назад заходишь нему в его проекты и он у него там портфеле несколько проектов но фаворитом и вот что он толкает это квест на тот момент что вы понимали да друзья кто не в курсе квестра уже не всем платила да то есть она и сейчас там выборочные выплаты происходят ну допустим крупные инвесторы мы лично встречались топ лидерами в таиланде вот недавно и знаем точно информацию из первых рук что там вот уже людям не платят у кого там крупные взносы не платят допустим бонусы крупным руководителям еще там сентября месяца даже с августа наверное вот где-то с того периода то есть проблемы начались в проекте еще тогда и когда проект не платит хоть одному человеку уже можно сказать что он скам да то есть уже возникает такая вот ситуация полу скам на я можно сказать и человек который вот написал эту статью получается говорит что ребят смотрите мэрлин network это полная шлачина но зато есть классный проект квестра то есть человек осознанно берет пишет такую статью для чего для того чтобы привлечь внимание людей которые сегодня ищут возможности для заработка и подсунув вот такую негативную информацию об одном проекте подсовывает тут же другой проект и что он подсовывает он подсовывает не что-то хорошее он подсовывает проект в который уже скам да то есть это обречение людей на потерю то есть сразу и возникает вопрос кто эти люди да вот эти так называемые пророки это самые настоящие демоны друзья это такие конченые посты что я не знаю их не то что там возле стены нужно расстрелять их нужно изнасиловать стаи негров вот иначе никак нельзя сказать вот такие люди меня к ним презрение и я бы хотел высказаться относительно это не только вот этот человек есть еще несколько людей которые готовы обосрать все что угодно и тогда я слышал вот фразы типа о мэр что ты делаешь заходишь мэрлим скам максимум месяц или два да мы сейчас имеем уже четвертый месяц работы и это означает что люди которые зашли вот буквально в первый месяц вместе с нами в январе месяце в проект мэрлим нетворк уже получают свои дивиденды то есть они забрали деньги которые они потратили на покупку пакета и уже получают прибыль даже если они никого не пригласили но это уже как бы вопрос десятый вот я хочу сделать сейчас на данный момент в этом вопросе один маленький нюанс даты зациклить именно вас на этом заставить вас думать друзья мои никогда не никогда никогда не ведитесь на провокационные статьи действительно сильный человек сильный руководитель сильный лидер который может самостоятельно построить большую структуру он никогда не будет пользоваться вот такими черными методиками привлечения трафика путем выдачи в массу какого-то негатива направленного на платящий проект я вообще считаю что рассадником зло зла сегодня в интернете именно в мире мире хайп инвестиций являются вот такие вот блогеры от которых которым просто нужно объявлять бойкот этих людей нужно просто игнорировать это раз или засыпать их дизлайками или еще что то ну то есть во всяком случае эти люди просрочились и и второй момент то что ну на мой взгляд очень сильно зацаряет и сегодня думаю что многие согласятся это форум ммгп который просто обброс фекалиями с ног до головы этот форум принадлежит ребятам из украины которые продвигают свои проекты и зная что их форум является ключевым по инвестициям делают так чтобы ветки по другим проектам максимально засирались различными троллями проплаченными либо просто больными людьми так знаете мне очень мне очень как бы возмущает ситуация когда например форум посвященный финансовым пирамидам и там появляются некие герои которые рассказывают о том что это финансовая пирамида да какой-то проект вот это очень смешно на самом деле это возникает масса у меня таких конфликтных ситуаций в мозговой деятельности потому что я не понимаю чем вообще руководствуются эти люди и вот эти два два таких оплота зла это скажем так ситхи в мире финансовых проектов я считаю что им нужно объявлять войну информационную войну в виде бойкот ну по крайней мере давать людям информацию о том что ребята такая позиция в бизнесе когда вы засираете одни компании и тем самым там хотите превознести свою тему в которой вы продвигаетесь неправильная позиция по крайней мере на мое мнение я так понимаю на мнение эдуарда на покажу одни думали там гадали когда же будет наконец-то киповском уже не много не мало прошло три месяца даже чуть больше мы зашли в компании уже заработали десятки тысяч долларов не только мы но и партнеры нашей команды конечно же такие деньги зарабатывают активные партнеры пассивные уже в принципе вышли в ноль и уже получают прибыль на пассиве потому что окупаемость здесь денег среднем три месяца если люди есть у нас команде которые раньше были пассивными всегда сейчас стали довольно таки активные потому что в рамках нашей команды global team есть уникальное обучение в направлении на продвижение на ютубе в контакте скайпе которая позволяет эффективно продвигать компанию мэрили метро в сети интернет и что самое главное с нуля обучает как это делать любого новичка конечно же который поставит себе цель как минимум посмотреть это обучение и применить полученные знания на практике ну и плюс к всему этому у нас еще есть система за которым отдавали полмиллиона рублей которая также способствует продвижению данного бизнеса в сети интернет говорить об обучении сколько в команде сейчас людей вообще в целом global team сколько людей сейчас уже более 1400 партнеров не помнишь сколько в первый месяц на за первые там 15 там две недели три недели сколько людей в этот период зарегистрировалась команда в первые недели сколько десятков динамика просто идет вот так друзья десятки сотни уже тысячи людей я думаю мне кажется что насколько я помню уже тогда было человек 300 в команде то есть на буквально в первый месяц просто возникает ситуация вот 300 человек да мы имеем вот эти 300 человек они уже что они уже по-любому в прибыли то есть эти люди которые в принципе я я лично горжусь нами ну на самом деле по-настоящему горжусь что наши советы люди уже минимум 300 человек вывели профит это круто пусть он даже разные знаю ребят которые уже заработали в нашей команде по 10-20 тысяч долларов и друзья в бинарном маркетинг плане такие чеки это только начало потому что они просто растут с геометрической прогрессии и мы немножко сейчас наблюдаем определенную плавную динамику развития учитывая что примерно месяц назад были отключены карты на ввод денег но в скором времени в течение недели двух компания обещает что уже подключат вновь ввод денег с карт также будет возможность заказывать карту компании на которую мы можем выводить деньги ну чтобы вы знали сейчас также вывод работает проблем нет выводим на bitcoin все отлично любые суммы все приходит но также будет возможность вывода на карту это конечно же также большой плюс те кто еще думают те кто все еще ждут скама ну как говорится ждите дальше а мы пока будем продолжать зарабатывать 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 я бы еще знаешь я хотел бы вот ну сегодня наверняка нас будут смотреть как уже действующие участники команды так и те люди которые наблюдают я уверен что очень много людей которые сейчас будут смотреть это видео они наблюдают еще самого начала самого 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 начала возможно как раз таки вот те блогеры которых мы с самого начала говорили эти несчастные они послужили тем что они послужили их информация послужила тем что кто-то ну кто-то не заработал кто-то не заработал кто-то не заработал это конечно проблема но на самом деле это вина даже это части этих несчастных половина вины половина проблем да то есть допустим вообще виновником от этого всего всего что с нами происходит все таки по большей части являемся мы сами и для того чтобы принять решение ну легче чтобы это было да я поделюсь небольшим секретом как это делаю лично я я беру взвешиваю просто все за и против вот на самом деле вот то к чему мы вас хотим я лично я тоже хочу сейчас вас подвести к чему во первых никогда не бангуйте всегда пользуйтесь собственным мнением шестое чувство подключайте какой-то опыт который вы получаете если вы новичок то начинаете участвовать и этот опыт к вам обязательно придет в будущем но если вы видите какой это проект и вы видите что он активно развивается но вам вы хотите в него вступить но вам страшно а вдруг завтра скам хотя никто не знает как так на самом деле будет я хочу сказать то есть пока вы есть только одно золотое правило которым я ну просто призываю всех придерживаться никогда никогда не поносите тот проект который исправно всем все платят это вот первое самое основное правило на мой взгляд для сегодняшних блогеров и вот как же вот побороть свой страх как зайти вот какую-то тему и не бояться ну вот возьмем вот мы сейчас все таки обсуждаем merlin network и возьмем его тарифные планы пакеты на которые вы можете заходить для тех кто не знает это 330 530 930 долларов ну там получается за полгода чуть больше чем два раза доход да то есть соответственно умножать эти цифры там где-то на 2 и 1 и давайте в одну руку возьмем что будет если вы сегодня вкладываете например там 330 долларов для входа в merlin network и завтра ну так получилось скан да что вы теряете вы теряете 330 долларов что вы приобретаете что человек приобретает он приобретает опыт правильно опыт уже участие опыт работы с командой потому что вы заходите мы приглашаем вас не просто в проекте поучаствовать а еще поработать с нами в паре то есть вы все таки с пустыми руками не остаетесь приобретаете опыт приобретаете инструменты которые у вас все таки останутся и возможно какие-то знакомства но что будет если например завтра скама не будет это та позиция которой я все таки больше склоняюсь за 330 долларов вы минимум получаете в течение полугода порядка 750 долларов там или 720 долларов примерно около того получаете опыт навыки и если вы строите структуру вы получаете еще дополнительно доход по партнерской программе да то есть вы получаете достаточно много потому что по нашему опыту по опыту наших партнеров здесь уже ребята за несколько месяцев зарабатывать десятки тысяч долларов как это уже озвучил владислав соответственно что на чаше весов на чаше весов 330 долларов риска и на чаше весов десятки тысяч долларов возможного успеха и ну посудите сами это merlin network это не тот проект который будет требовать от вас максимум здесь изначально ограниченные пакеты и я не знаю но вряд ли какой-то взрослый человек реально застрелится от такой потери большинство людей вот когда среднего достатка семья скажем так все хотят заниматься бизнесом я помню когда в подростковом возрасте все мечтал что буду каким-то бизнесом заниматься очень богатым человеком далее но еще тогда не было понимание каким бизнесом на самом деле это если взять традиционное направление то действительно те кто то просто должен папа достать пачку денег и и дать до чтобы ты уже и воспользовался и возможно есть тем будет к это правильная бизнес идея правильный план то у тебя все получится если у тебя такой пачки денег нет то где ее взять это уже вопрос кредит в банках под огромные проценты или там с бандитами связываются у них там что-то кредит и так далее то есть люди просто подвергают себе огромным рискам чтобы начать какое-то свое дело в традиционном бизнесе и факт что это дело выстрелит вот по своему опыту в традиционном направлении у меня пока что ну как говорится не то что похвастался каким-то позитивным опытом ну нечем поделиться хотя было несколько начинаний уже когда я вышел на определенные деньги уже заработал в интернете более 100 тысяч долларов начал пробовать в различных направлениях но могу сказать что пока что эти направления все были в минус да хотя вроде что традиционный бизнес там рисков меньше это же не пирамида все в жизни друзья пирамида не нужно себя обманывать так вот как раз таки сетевой бизнес позволяет с минимальными вложениями а там есть вложения там любом случае есть и риски и впрочем в любом направлении нашей жизни у вас есть возможность заработать очень хорошие деньги достойные деньги сидим и потому что я вот студентом буду сюда в 20 лет заработал свои первые сто тысяч долларов естественно я не мог предположить когда мне было там 17 16 18 лет что я 20 лет заработать такие вот деньги которые возможно мои родители в жизни никогда не видели в руках не держали и есть определенный момент что в Merlin Network никто не знает заработаете вы такие деньги или нет но если эта тема будет работать вы будете активны то вполне вероятно что вы сможете заработать такую вот сумму в данной компании если же даже у вас не получится в этой компании заработать вы возможно заработаете следующие потому что в любое направление в которое мы приходим в любую компанию в любой проект и в первую очередь получаем опыт как раз таки сумма нашего опыта в дальнейшем определяет величину нашего успеха я не знаю как ты эдуард но я в свое время сменил просто огромное количество разных проектов компаний получал очень много опыта продолжал просто действовать где-то терял ни в коем случае никого не обвинялся потому что была сразу правильная позиция выбрана что любое направление бизнес это риск и мне никто ничего не должен если я потерял деньги значит я получил опыт и в любом случае деньги вложил я они там мой спонсор и человек который мне рекомендовал бизнес ну и конечно же хочется дать совет каждому к каждому начинающему предпринимателю будущему миллионеру дай бог чтобы доллару друзья никогда никому никаких не давайте гарантий не говорите о том что там компания легальная что такого бизнеса никогда не было и не будет эти все сказки и легенды в основном потом заканчиваются очень печально издайте человеку возможность дать ему информацию так как вы ее видите я даже когда презентую merlin network углу том что это там легальная компания и так далее говорю о том что это крутая тема также пирамида как и все в нашей жизни здесь есть свои риски эти риски каждый берет на себя когда будет в эту компанию но другой момент что подготовка уровень этой компании очень высокий потому что википедии модель network зарегистрирован 2014 года запустилась компания 2016 сентябре месяц спустя несколько месяцев как раз таки в декабре месяце компания появилась на просторах рынка снг если друзья сами подумайте компания готова запуску два года и люди которые стоят за данной компанией это скажем так соучредители сооснователи компании телекс free я думаю те люди которые занимаются сетевым бизнесом не первый год помнят такую компанию ну я просто не то что уверен на ничем нельзя будет уверен но очень надеюсь что руководство компанией мэрионетворк хотят здесь заработать просто огромные деньги потому что в компании телекс free по тем данным которые сейчас появляются в интернет были просто миллиардные обороты несколько миллиардов долларов был оборот данной компании и по моей памяти это была единственная компания где люди с снг с россии с украины заработали более чем миллион долларов данной компании примерно за год потому что мы очень часто сетевухи слышим какие-то веселые истории о том что там какие-то заморские миллионеры китайцы европейцы но в снг почему-то этих миллионеров очень и очень мало так вот в тот момент времени действительно стали миллионерами заработали более чем миллион долларов данной компании таких людей я знаю лично и сейчас люди есть в нашей команде компании мэрилин это так что если долларовые миллионеры принимают решение развивать мэрилин это то чего ждете вы кстати большой вопрос на самом деле у меня аж камера затрясалась прям от взборажилась от этого всего вот и плавно получается подошли к вопросу как стать миллионером и я бы наверное ну знаешь прежде всего вот я соглашусь с тобой действительно что очень важен опыт и я уже когда-то рассказывал раньше что действительно любое участие в компании любом сетевом проекте с пассивным доходом это даже если потеря это опыт и я могу подтвердить эти слова своей историей когда я зашел впервые в этот мир в мир хайпа в мир финансовых пирамид мир млм мир сетевого маркетинга я получу я первая компания была и в 2011 сообщества касса взаимопомощи сергея пантелеича мавроди многоуважаемого я будучи то тоже студентом я конечно не такой вундеркинд как ты мои первые 100 тысяч долларов я заработал 24 года но не было когда я зашел мне было 22 года и я потерял 5000 долларов взятых кредит я тогда был студентом для меня это были колоссальные деньги очень большие и у меня как бы было был выбор на самом деле в будущем использовать этот опыт те знания эти эту информацию который успел получить просто просрать это все и уйти дальше работать на работу отдавать кредиты все оставшуюся жизнь эти несчастные 5000 долларов и знаешь я вот очень благодарю судьбу что как-то хромосомы сложились мы таким образом что я достаточно упертый человек я использую я более могу сказать я даже больше могу сказать я бы и он бы не уменьшился бы на секунду то есть как как это происходит происходило у меня до трансформации до перемены скажем так места работы с земли на в интернет колоссальным полностью вышла дела так что у меня были кредиты кредитные карточки которые ты просто гасишь и тут же их снимаешь эти деньги потому что те хлеб покупать не за что вот так я знаю сегодня живет большая часть населения снг и чтобы показать как вот на данный момент вероятнее всего с нуля можно ну или практически с нуля можно сказать это цифры значит незначительные можно заработать миллион долларов я наверно просто это покажу экран видно сейчас мой вот пожалуйста миллион долларов зарабатывается вот так вот видите значит мы запускаем игру запускаем игру ой так сейчас у нас таймер таймерочек вот нажимая его полчаса в день слышим замечательный звук капает вам ежедневно что не знает да то есть на по напоминаю это одна из многих игр компании merlin network и сюда я зашел как аффилированный партнер то есть как человек который купил один из пакетов компании каждый день играя на одном аккаунте вы можете зарабатывать до 11 долларов даже если вы никого не приглашает и это реально круто ознакомиться с полным перечнем видеоигр компании вы можете на плей маркете и на apple story то есть можете посмотреть все можете скачать эти игры бесплатно есть бесплатные есть бесплатные то есть и посмотреть вообще о продукции вы можете себе представить вообще за всю историю финансовых пирамид не было ни одной компании которая бы реализовала бы свою легенду настолько качественно а теперь давайте обратимся к логике которую которую я просто взываю у вас вот если компания действительно как сказал владислав с 2014 года настолько шикарно просто в дело подготовку если мы знаем историю тех людей которые это все делают то по логике вещей действительно они готовы к другим совершенно деньгам и другие у них расчеты да то есть это не те люди которые как по нашему опыту уже так случается что допустим прилетает пару миллионов долларов к админу и он покупая себе яхту просто скамит проект потому что ну просто срывается скажем так они большие деньги кружат голову тут как бы люди нацелены совершенно на другие вещи и это мы можем предположить исходя из из предыдущего опыта телекс фри соответственно сейчас исходя из этой информации можно судить что скорее всего компания только начинается и у вас есть большая большая возможность ну реально очень хорошая возможность вот только вот на этом заработать очень хорошие деньги и реально стать миллионером потому что ну опыт уже имеется если кто-то провтыкал в 2012 году телекс фри вот ваш второй шанс господа используйте его да то есть я думаю руководство merlin network уже себе яхты и часы купили до сих пор там в принципе от той компании приходят письма там что какие-то там суды и так далее многие ребята даже заработав телекс фью спускат оплачивался потом я знаю что там делали чарджбеки на 20 тысяч долларов до сих пор возвраты приходят до сих пор я читал на форумах что до сих пор люди деньги оттуда получают уровень компании какой ребят до сих пор уже прошло несколько лет люди до сих пор кто там с карты оплачивал за счет оттуда деньги это действительно на самом деле уровень и merlin network но для меня лично 2016 это был кризисный год да я зарабатывал не зарабатывал как 2015 там там тысячи долларов ежедневно поэтому когда я увидел merlin network я сразу понял что возможно это именно та тема в которой можно будет выйти уже на следующий уровень заработка мы поверили мы начали действовать и сейчас мы получаем результаты и те люди которые пошли за нами уже зарабатывать вместе с нами так что если у вас есть желание зарабатывать вместе присоединяйтесь к нам в команду global team получаете просто шикарные инструменты для продвижения но и полную спонсорскую поддержку а я свою возможность возможности в нашей команде то что у нас нет каких-то основателей и прочего то есть потому что я думаю это очень важно да 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 друзья смотрите концепция команды global team так что вы понимали наверняка уже кто-то где-то участвовал и мы понимаем что такое слово лидер да то есть крупный руководитель человек который переполнен амбициями человек который хочет всегда сделать что-то свое создать собственное государство где он будет королем но но дело в том что понимаете как сетевом маркетинге есть такое понятие как командная игра и это понятие достигнуть крайне сложно почему потому что действительно сильный человек он реально когда ощутить силу своих руках он захочет создать что-то свое да то есть и создать собственную команду в итоге единение теряется почему так происходит потому что обычно классическим образом если вы уже участвовали где-то когда-то раньше есть так называемые создатели команды есть всегда первые лица кто основал эту команду кто придумал название то есть грубо говоря ваши спонсоры и есть все остальные естественно никому не хочется быть всем остальным всегда хочется быть чем-то чем-то супер чем-то не каким-то там говном на заднем плане а всегда быть каким-то человеком лидером до который когда ты можешь сказать да друзья это моя команда моя команда global team и не будет чувака который будет рассказывать ребята я создал а я основатель команды global team я там такой крутой я там всем помогаю да естественно когда человек так себя ведет он априори притягивает себе всех остальных и даже если плод работы кого-то человека где-то ну должен был привести ему реферал реферала вот такая вот политика основателей переманивает этих людей еще на этапе регистрации вот чтобы такого не было да и чтобы действительно как-то попытаться искоренить это все попытаться создать по-настоящему командную игру мы на самом 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 начале собрав круглый стол с ребятами то есть там у нас порядка 15 человек решили что у нас не будет такого понятия как основатели есть вот просто команда global team и есть лидерский состав и на самом деле что такое лидер их что такое активист команды да человек который эту команду продвигает это просто человек с активной жизненной позиции который реально полезен не только для своей структуры но и для команды в целом человек который проводит вебинары человек который проводит тренинги презентации выезжать на какие-то живые встречи делает куда полезность там видео уроки записывает либо может быть там какие-то картинки ведет блок для команды человек он в любом случае трудиться не только в свое благо но и на благо еще своих людей и вообще людей в целом команде вот что значит командная игра и что самое интересное сегодня мы выдвинули такую политику что если ты активный пожалуйста вот мы найдем для тебя место ты будешь проводить вебинары ты будешь проводить презентации ты хочешь засветиться пожалуйста мы тебя пропиарим даже то есть даже если ты еще не какой-то там суперизвестный мега лидер мы тебя готовы пропиарить мы готовы с тобой записаться ватт из там кит на интервью и разместить тебя на своих ресурсах если ты супер лидер пожалуйста пожалуйста ты можешь использовать свои ресурсы и везде ресурс и рису плюс ресурсы нашей команды и повысить свою значимость праву повысить свою ценность ценность регистрации именно к тебе и поверь мне и здесь ты не увидишь такого понятия как и никогда твои люди потенциальные твои партнеры не не найдут так у того человека и не поймут вообще кто основал все это дело кто основал компанию global team ты можешь себя позиционировать как владельцы этой команды и мы будем рады тебя видеть если ты будешь приносить всеобщую пользу как это сегодня делаем мы присоединяйся и у тебя все будет все будет просто в шоколаде я просто вот напоследок хочу еще сказать слова благодарности всем тем партнерам которые сегодня с нами вообще здесь отработают ребята большое вам реально спасибо вот без вас не получилось бы за три месяца проделать такой объем работы которые проделали да действительно командная игра и сетевого маркетинг это основа основ это отсутствие конкуренции это присутствие реально атмосферы взаимовыгодности когда кто-то строит сеть и это выгодно всем даже если человек не в вашей структуре например да то есть давайте параллель сейчас коротко пытаюсь провести структура все маркетинге вы строите сеть люди строят для вас ну то есть как бы структуру они приносят вам деньги это хорошо это замечательно есть допустим человек из соседней структуры которые также строят успешно сеть это хорошо это отлично это замечательно потому что человек в принципе дает отличную динамику компании а это залог у ее успеха и залог того что она будет работать вот именно мы пытаемся создать я думаю что у нас получается и я благодарю вас всех а также поздравляю с тем что вы выходите в плюс вы зарабатываете деньги ну и я поздравляю всех наших будущих партнеров которые сегодня услышат сниму какую-то блокировку информационную после этого вебинара нас услышат и в принципе примут для себя правильное решение осознанное участвовать merlin network вместе с нами потому что это потрясающая возможность хорошая возможность которой пользуются уже тысячи наших партнеров так что долго не думайте учите реферальные ссылочки в описании и спрашивайте ссылку у того человека который предоставил вам это видео ну и собственно подписывайтесь на наши каналы вот так всем друзья успехов и больших заработков с вами была команда global team и до следующих видео до следующих трансляций пока всем пока всем пока Продолжение следует...